Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Кэштояван, мы продолжаем играть на севере Радмир МТА номер 2 и сегодня я вам расскажу, как я случайно зашел на БУ и увидел Порш на фулплате за 158 тысяч долларов. Интересно? Тогда желаю тебе приятного просмотра и мы начинаем. Зашел я, короче, на первый этаж по Поршу, кусмотри какой здесь вкусный вариант стоит на УУУ-трехшестерка, 197-й регион, то есть Москва, за 158 тысяч долларов. Стоит пневмо в БУ и регулируемые подвески, конечно же, нет. Это плохо, но, в принципе, второй владелец на номерах, можно и забрать, так что пошли, я солью своего Марка и перекупим такой вот Поршик. Так, пошли в БУ, она будет стоить 3 600 и 900 долларов мне вернут за тюнинг, так что сливаем мрачок, покатались и продали. А, штрафы надо оплатить. Так, и надеюсь, я не солью, как в прошлый раз, с Кабаном, что слила, а тачку забрали, здесь с Марком так не будет, потому что просто тратить деньги не хочу. 370 долларов, в принципе, немного. Сейчас закинем на карточку, возвращаемся, садимся в Марчок. За сколько там говорил, за 3 900, да? Летим, я надеюсь, еще никто Порш не прод... Фух, я уже думал, это Порш забрали. Вот сейчас я бы угарнул прям полный. Так, 4... 3 900 пишем, да? 3 900 же? 3 900? 3... 3 600! 3 900 я захотел, конечно. 3 600 продать, подтвердить, все. 4 500 на базу, теперь бежим, я надеюсь, никто не забрал наш Порш, 261 тысяча долларов на балансе. Вот здесь такой красивый 124-й стоит, я думал его взять, но что-то не сошлось. Думал взять Феру или Р8, но вот зашел и такой Порш вкусный просто стоит к лифту быстро. Заро, я подхожу и купить не смогу. То, что обидно, что здесь нету регулированной подвески и АБУ и Нитро, но 158 тысяч на номерах. Погнали. Все, вы успешно приобрели Порш 911 Турбас 992. Осталось на балансе 103 тысячи долларов. Интересно, напишите в комментариях сразу, уйду ли я в плюс или нет. Сейчас поедем, поставим подвесочку, поставим движок, а то как это, без движка, без подвески ездить на Поршике, ну такое. Кстати, он в тонере. Интересно, у него спойлер активный или нет? Давайте проверим. А, да, активный. Посмотрим, что от первого лица, не помню, как его настраивать, там надо. В 9 или в 8 или... О, давайте лучше... Что-то я уже понажимал. Так, о, давайте через камхак. Так, вот. В принципе, смотри, какой проработанный салон, такой подсветкой. Терри-перри. Обалдежный Поршик. Белый цвет, думаю, перекрасить все-таки. Когда-то я мечтал о Поршике Miami Blue. Я не помню, где... А, у меня Порш был желтый на смотере. Когда-то я мечтал именно о Miami Blue, такой темно... А, какой темно? Светло-голубой такой цвет. Колеса, не знаю. Давайте запчасти обвес. Обвес что-то есть. Рамки. И у нас, в принципе, родмировская рамка. В принципе, нормально. Сразу давайте ЭБУ поставим. Нитро 10000, это слишком для меня. ЭБУ 800 долларов, самое то. Пневмы. И регулируемая подвеска 1800. Я думаю, пойдет. Вот. Пневмогудок. Заглушка РБ стоит. Стробоскопы стоят, кстати. Плохо, что здесь не стоят и радар-детектор. Но Моналой тратится, как говорится. Вот. Может, потом я поставлю. Вот. Все, что-то здесь стоит. В принципе, такое. Давайте сразу установим какой-то хороший чип. Например, с Е60. Что по дискам? Что по дискам? По дискам колеса. Давайте посмотрим. Это стоковое. В принципе, у меня есть 400 с чем-то вот этих кристаллов. Можно какие-то диски за кристаллы купить. Кстати, вот эти торусы, как ни странно. Может, я колхозник, но они мне что-то нравятся здесь. Так. Листаем лист. Вот. Вот эти прикольные форштайнеры. Прям вообще балдежные. И вот эти. Не. Но диски здесь прям балдежные. То, что... И вот эти за 8. Конечно, дорого. И ну эти за 100 долларов. Принять за 100 кредитов. Вот эти диски я не отдал. Может, на какую-то джигу. Хотя на джигу я бы лучше вот такие бабосы поставил. Под стенс. Вот такие тоже прикольные. Только эти диски, мне кажется, пошли бы на старый Porsche. Брабусы нет. Брабусы нет. А есть что-то... Блин, а здесь столько дисков. 16-13. Но 250 еще одни. О, любимые мои хаммоны, которые со смотрию убрали. 18 тысяч долларов. Вообще кайфовый. Но дисков здесь прям вах. Вот эти Aero 2 моноблок на кабан ставились вот такие. Тоже офигенный. Купить кабан и поставить на такие диски в Брабусиатину полностью. О, знакомые диски. Мне прилепили значок Радмира, я понял. Или что? Или не Радмира, или мне это кажется. Мне вряд ли. Хотя не Радмира похоже. Напишите в комментариях, чьи это диски. Вот эти тоже, типа. Почему я все говорю Форштайнеры? Вот это... Хотя вот это, возможно, Форштайнеры. Вот такие диски я вечно ставил в Инфроспиде. Здесь столько дисков вкусных, но... Но тратить... Вот эти я бы поставил 250. Но я лучше за сотку обнулю кому-то пробег, чем буду ставить. Да, конечно, в этом и суть Айвана, что он приехал, посмотрел, порадовался, что... Ой, какие диски, какие диски. И можно мне чиповку еще в комментариях скинуть? Ладно, шучу. Нет, если вам не впадло, можете и скинуть. Какие диски, какие диски, но... Ничего не поставлю, потому что мне... ЖАЛКО ДЕНЕГ! Ой. Ну, что-то с тормозами здесь не очень. Не очень прям. Так, можно сразу отремонтировать. Все, и мы сейчас газуем. Газуем? Куда мы газуем? Поехали, поехали, не знаю. Поехали покрасим его. Но серый цвет, что-то такое, да, себе? Надо поставить какой-то... Или не поставить, а сделать какой-то офигенный. О, точно! Есть же в 992 фирменный цвет. Это зеленый. Давайте в зеленый покрасим, давайте. Это же будет пушка, не? Я не знаю, какой это зеленый, но вот этот... Вот этот. Прям вообще балдю... Не хром. Это что за... 8028. Вот зеленый, вот я хочу зеленый порш. Не было еще у меня другого... Вот зеленого порша мне точно не было. Я сейчас зафотографировал цвет, и давайте посмотрим, какие цвета ему еще могут подойти. Желтый тоже неплохо на нем смотрится. Только где-то это... Вот такой вот желтый тоже неплохо, согласитесь. Оранжевый... Вот такой более желтый такой. Он более... Не знаю, какой-то темно-желтый шоль. Вот красненький, красненький тоже прикольно. А еще прикольно, что у меня кикает с Радмира просто каждые 10 минут. Давайте... Ай, какой мы еще цвет хотели? Мы хотели вот такой вот, Miami Blue. Значит, на этом поколении он не смотрится. Хотя, это поколение внешне почти от 991.2 почти ничем не отличается. 991 просто. Не знаю, черный Porsche. Ну, черный, блин, надо выделяться. Хамелеон, матовый, хамелеон, матовый. Капец, три вида матового. Где у меня еще будет зеленый Porsche? А, нигде. Значит, берем 165 и делаем себе зеленый Porsche, только можно поярче немного. Вот такой. Все, 500 долларов на базу. Красит нам автомобиль. Все, бомба покрасит. Так, винилы. Знаете, я бы хотел прилепить за один стекло, академик. Буду полным колхозником. Здесь раньше, когда я лепил, логотипы были вроде бесплатные. Но сейчас, когда я удалял на Ешке винилы, потому что они мне не нравились, я должен был заплатить за него. Ну, как бы, когда удалял, я ничего не платил. О, кстати, может, такую девочку на заднее стекло налепим? Хм. Такое. Вот, а Макуна налепим. Так, материалы разные. Вот. Можно какого-то продам. Вот, реально, может, продам налепить на заднее стекло, и я же его хочу продать. Но это пипец. Это пипец, реально. И в третий раз, добрый раз, я опять здесь заспамился, только уже Porsche к нам будет. А вот сейчас я не понял. Это что, баг? А деньги-то списались? Списались. А тачка не покрасилась? Не покрасилась. Опять придется красить? А я что, помню цвет? А ну, если его, может, заспамить его как-то еще пару раз, может, появится. А, хрень там появится. Ой, блин. Ах, ладно, давай опять красить за 500 долларов. Я понял. А вот если пацан, например, покрасил так за 1080, и все, и списались бабки, а тачка не покрасилась? Вот так работает, Радмир. А, вот хотя бы краска применилась старая. Ну ладно, красим опять. И можно выехать сразу, просто. Надо в прошлый раз так тоже. Давайте сначала проедем на этом бензине, посмотрим, какая у него максималка, и заправим 92-го, потому что у меня денег нет. Бурнаут, все, поехали. И 320. Неплохо. Это, скорее всего, 95-й или 98-й. Но 92-й тоже в Штатах нормальный. Нормальный, так что пойдет. Итак, 70 литров, полный бак, 600 долларов. Берем пистолет назад, ставим все. Все, запускаем, все, едем, едем. Давайте сейчас посмотрим максималочку, сколько он будет, едет. 320, да, в принципе, здесь 95-й бензин был. Ну и буду, ладно, уже не столько сбеднее, что буду заправлять 95-м. Все равно каждый день бонусы выполняю. Кстати, уже, какой у меня? 15-й день сегодня был. 2000 долларов платит уже. Неплохо, вчера давали рулетку. И, кстати, за рулетку. Давайте сейчас поедем, крутанем рулетку, да, и закончим. В принципе, видос. В принципе, все, что я хотел, я уже сделал с Поршиком. Диски, конечно, я тоже хотел, но... Нету денег. Посмотрите, какая у него запаска, типа, гелик. Еще спереди, да, гелик, типа... Расширение гелика, да. Ты что, он тронуться не может, или что? Дядал за рулем, или что? Все, теперь мы как мажоры, а то с меня издевались, там, на марке приезжал на дешевом. Теперь у меня Порш, ребята. Кто поднялся, я поднялся. Вот, на трех ушках, трех шестерках. Вот так, пацаны, сори, сори. Вот сейчас будет самый, не знаю, самый лучший день 2021 года в индустрии МТА, если мне выпадет Агера. Ну, конечно же, этого не будет. Как мне написал подписчик в комментариях, что фиг тебе, а не Агера с бесплатного кейса. Типа, может она выпасть только, если будешь донатить. В принципе, 100 фишек, 9000, неплохо. Все, 9000 на базу, да и бомба. Ну, в принципе, на этом все. Вот такой вот Порш купил я за 158000, плюс 800000 за АБУ, плюс 1000 за регулируемую подвеску, плюс косарь за покраску. Да и, в принципе, все за 158000 на номерах. Самое главное здесь номера. Если бы не было здесь вот этих номеров, я бы даже ее не купил. Третий владелец. Да и все. Ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Подписывайтесь на канал. Скоро добьем уже 2100 подписчиков. Уже не можем добить, не знаю, месяц третий уже. Вот, с вами был Лавин. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.